You cannot defeat the living flame! Come, you minions of fire! You cannot defeat the living flame! 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 You cannot defeat it! You cannot defeat the living flame! 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 Нем drauf white in the world! Надеюсь, это не промолдило и что это Proibeizmo- устройство Правда! 3 место! 3 место! 5 место! 1 место! 6 место! 3 место! 10 место! откроются где-то что-то типа 1 июля, плюс-минус. И за ним в течение недели откроются все боссы вплоть до дракона. Может быть в течение двух. И потом уже на стыке второй недели, 10 июля, начнет открываться постепенно вся элитная фракция. Но так как элитная фракция открываться будет вплоть до 31 июля, невозможно предсказать, когда появятся испытания. Соответственно, первый предсезон минимум будет длиться до конца лета. Теперь поговорим о сезонности. Разработчики в прошлых своих блогах заявляли, что сезоны в Террисленде будут такими, скажем, приближенными опять же к Варкрафту, потому что референс игры это WoW. И вот здесь интересный момент. Они сказали, что мы будем давать в год 2-3 сезона. Соответственно, если это 3 сезона, это по 4 месяца. И вот этот вот сезон, который сейчас, то есть предсезон, он как раз таки, скорее всего, будет занимать 3-4 месяца времени. Но было уточнение, что в каждом новом сезоне у нас будет по несколько рейдов, и в каждом этом рейде будет 2-4 босса. То есть нынешние рейды, которые сейчас я, опять же, не называю сезонными, они, во-первых, затерты до дыр, кроме последнего дракона, и гонка прогресса на них будет необъективна. Поэтому кто бы не ворвался в топ, это будет не скилловая гильда, которая убила этого босса очень быстро, а люди, которые просто проснулись раньше и раньше нажали на кнопку. Ну, то есть скилла здесь абсолютно никакого нет. Скилл будет показываться на драконе, на последнем боссе в конце июля. Соответственно, новые сезоны будут таким образом сделаны. Это либо будет открытие дополнительных локаций, и абсолютно такой же, как и в Варкрафте, предсезон. То есть вы убили, допустим, вот все-все освоили этого дракона уже, у нас где-то середина, там, конец августа, и разработчики релизят новый сезон. Этот сезон, например, будет стартовать в сентябре. И у нас будет, опять же, около двух недель, а может быть и месяц, чтобы, возможно, докачать больше левел, потому что у нас открывается, скорее всего, новая локация, возможно, добавляется новый класс, но, опять же, это чисто мои фантазии, как должно, по идее, быть. Вот. И вы, собственно, пока прокачиваете максимально левел, опять же, заменяете свои крутые сетовые шмотки на сеты сенстов, на какие-то ключевые шмотки, прокачиваете таланты, там, проходите сюжетку, гриндите, голдишку, не суть важная. Ну и пвпшите, соответственно. И начинается рейдинг по новой. То есть вы заходите, у вас открываются боссы с обычного режима, по эпохальной или же испытания, как он здесь есть, и вот так по кругу. То есть сезонность обусловлена тем, что ваш прогресс, он как бы не сбрасывается, но вам приходится надевать или выбивать все новые шмотки под то, что будет в будущем. Ну, то есть, допустим, условно, выйдя с дракона, фулл одетым с последнего рейда и там с топовых ключей, у вас будет в этом сезоне, ну, примерно 120-й гирскор, может быть, 124-й, у кого-то, может быть, даже 126-й. Вот. И, условно, со следующего рейда, который будет в сезоне 1, будет падать уже 145-й шмот с обычки. Ну, то есть вы понимаете, о чем я. Просто будет идти наращивание силы, и сезоны будут работать именно таким образом. То есть это все сделано для того, чтобы люди, прокачавшись на максимум, не заскучали. Потому что, да, есть здесь потные игроки, которые могут спокойно осваивать 24 на 7 рейды, но рано или поздно они это освоят, и людям нужно давать сезоны. Самый большой сезон, который я в своей жизни помню в Варкрафте, это был сезон с Неолотой. Это был рейд, который был в игре на протяжении 9 месяцев. Мы 9 месяцев подряд ковыряли один и тот же рейд. И поверьте, даже если вы суперкруто одеты, у вас отличный персонаж, ходить на РТ в течение 8-9 месяцев каждую неделю на одних и тех же боссов, и видеть, как одни и те же люди на протяжении 9 месяцев тупят на механиках по типу загнать шарик на Занэш, это сущий ад. Поэтому чем быстрее сезоны, тем лучше. Да, вы скажете, что, блядь, чё, ну Сильва, я не задрот, я не хочу играть много. Но здесь и не надо играть много. Это мобильная игра. Тебе не нужно задротить. У тебя таймгейты. И всё, во что ты можешь задротить, это прокачка твинков или освоение особо сложных боссов. И именно для вас сделано испытание. Рейд испытания по факту будет давать исключительно визуальные награды. То есть с него, насколько я полагаю, шмотки-то не сыпятся. Это тупо, чтобы соревноваться с другими гильдиями. Соответственно, то же самое и с Богосконечным Царством. Награды будут даваться за определенный кап уровня. То есть, допустим, за 15 этаж. Идешь выше, награда остается той же. Тебе просто сложнее. Это просто элемент челленджа. Поэтому все, кто думает, что сезон — это обнуление персонажей или так называемый вайп, ничего подобного. Сезон — это просто сменяемость меты, балансные корректировки, новые локации, новые боссы, новые рейды, новые инсты. Вам самим будет интересно в это окунуться, если вы не понимаете, о чем идет речь и раньше не играли в ММО-игры. В общем и целом-то, если подытожить, то в Тарисе слегка урезанная система сезонов, потому что по факту, если смотреть на нормальное ММО, в сезоне идет один рейд. Ну, максимум два. Второй какой-нибудь маленький. Здесь, скорее всего, будет 5, 6, а то и 8 рейдов с несколькими боссами в сезоне. Первый сезон — это вот предсезон. Это так называемый разогрев, чтобы все поняли о классах, чтобы разработчики какую-то балансировку ввели в это, потому что будут наверняка классы, которые дамажат больше или дамажат меньше, чтобы у всех плюс-минус было все окей, будут введены новые способности. Скорее всего, разработчики не ограничатся шестью клавишами, которые здесь есть, потому что ПКшники начнут ныть, что этого мало. Ведется баланс в ПВП, какие-то разбавления донат-шопов в виде косметики. Возможно, не только косметики, хотя в этом я, конечно, сомневаюсь. И в конечном итоге сезон — это мотивирование развивать персонажа, чтобы осваивать какие-то сложные контенты. Возможно, сделают сегмент с ключами, с нормальными. Ну, то есть сейчас они сделаны как-то немножечко криво, и в них можно ходить бесконечно. Нужно сделать так, чтобы у тебя был ключ, который ломается, потому что иначе, если ты не прошел, ты можешь пробовать заново. А так тебе придется проходить только то, что ты сможешь проходить. Ну, то есть по силам. Поэтому, да, сезоны в Тресленде будут работать примерно таким образом. Опять же, все зависит от китайцев, потому что я, ну, покрашенно на своем опте, не особо видел от китайцев какого-то развития в играх, в которые играл до этого сезонности, потому что для них сезон — это что-то просто вот дать людям, чтобы они потрогали, чтобы они наконец-таки перестали на форумах спамить и как бы во что-то начали играть. Как это будет с Треслендом, никто предсказать не может, но в общих чертах, что такое сезон, я вам объяснил. Так что, надеюсь, кто-то какую-то информацию у себя в голове сейчас подчеркнул. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на группу ВК, подписывайтесь на ТГшечку, там у нас постоянное обсуждение всяких вещей, анонсы и так далее. И увидимся с вами на релизе. Чуваки из гильдии, не забудьте, что у нас брифинг. Субтитры создавал DimaTorzok